Родину защищать Я считаю так, что каждый мужчина должен кому-то служить, понять, практикать школу жизни и в дальнейшем уже думать о дальнейших планах. По указу президента с этого года теперь призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. По-прежнему действует вариант, согласно которому ребята могут выбрать вместо службы по призыву службу по контракту. Для этого нужно найти желаемую воинскую часть, пройти там аттестационную комиссию и получить документ или, как его называют, отношения. Он с этим отношением прибывает сюда в военно-комиссариат. Если он призывник призывного возраста, пишет заявление на имя военного комиссара, мы это заявление рассматриваем. О замене военной службы по призыву на два года по контракту, где он хочет проходить службу. В военкомате призывники проходят медицинский осмотр, сдают тест на профориентацию. Члены призывной комиссии очень внимательно подходят к выбору будущих защитников. В первую очередь мы обращаем внимание на состояние здоровья. То есть это очень важный фактор, который в дальнейшем нам дает право принять то или иное решение. Также в обязательном порядке учитывается, женат призывник либо не женат. Если он женат или у него есть дети, то, конечно же, он использует преимущественное право где-то служить поблизости. Ну и, конечно же, рассказываем, что никуда они в горячей точке сейчас служить не поедут. Они будут служить здесь, рядышком. Призывник Максим Городничев планирует в дальнейшем связать свою жизнь со службой в армии. Обладаю техническими навыками, то есть могу помочь в части с машинным отделением. Да и, в принципе, как-то душа к этому лежит. Решил сложить до 1 плюс 1. Мне нравится машина и мне нравится военная служба. Попробуем вместе сложить. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Городничев Максим Алексеевич на заседание ПИГО. В Городничев у нас прошло обследование призванным горным военнослужащим. Профессия военнослужащего трудная. Нужно быть ответственным и дисциплинированным. А самое главное – любить свою родину. Напомним, что призыв продлится до 15 июля. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.